Дмитрий Викторович Кавпак Спасибо большое, Никита, дорогие коллеги, дорогие друзья. Очень приятна ваша поддержка и то, что вы с нами на всех этих замечательных мероприятиях нашего форума и то, что вы сегодня сейчас в этом зале. Я понимаю, что за два дня форума такая большая нагрузка когнитивная. Очень много всего вы услышали, очень много информации, очень много общения. С одной стороны замечательно, с другой стороны, конечно, уже к концу второго дня накапливается усталость. Не хочется вас перегружать, опять же, в этом контексте, но случилась такая оказия и уже вчера я рассказал большую часть того, что мы планировали как на десерт на завершение нашего форума. Но поскольку была анонсирована именно практическая часть, мы прошлись по теории вскользь и сегодня замечательным докладом Максима Александровича Зрютина была, скажем, простым языком распакована такая теоретическая часть. Поэтому хочу обратить ваше внимание на наш сборник. Вы видите, он достаточно объемный в этом году. И там есть статьи, которые раскрывают содержание и моего доклада, и доклада Максима Александровича, и в нашей совместной статье, и в моей статье, и в других статьях сборника, где вы можете почерпнуть детали. Но заранее в качестве анонса и рекламы приглашаю желающих, интересующихся темой потребностей и когнитивно-поведенческой терапии ориентированной потребности на специальный курс, который будет посвящен как раз не только обучению этой терапии, но и формированию такой школы отечественной по этому подходу, по данному виду методу когнитивно-поведенческой терапии. Это будет трехлетний курс, и каждый из циклов годичных, так же как и в других форматах, является самостоятельным. Но мы предлагаем рассмотреть вот такую перспективу становления себя как специалиста в этом методе, включая и такой условный базисный формат первый год, и рассмотрение клинических вариантов во второй год, как применима эта терапия к различным клиническим формам, и супервизионный год, который будет посвящен оттачиванию мастерства этого метода. Как вы помните, мы последовательно и плавно готовили информацию об этой терапии, сначала презентовав соответствующую концептуализацию и подготовив материал в виде нескольких исследований и в виде нескольких статей. Поэтому мы не хотим сейчас перегружать вас определенной информацией, как обсуждали мы на встрече вчерашней, посвященной этой теме, когда был такой пример с едой, как гиперкомпенсации. Поэтому не хотелось бы комкать этот материал, и я предлагаю дозированно все-таки его обсудить. Часть слайдов будет повторяться, но по традиции нашей ассоциации повторение – это не только мать заикания, но и научение. Этот материал, как и ОИКУ, наш замечательный специалист из Турции, на своем примере, на одном из слайдов тоже подмечал, что несмотря на то, что этот материал повторяется, это часть запоминания. И то, что сегодня на секции ЛОРП обсуждал и Артур Александрович Александров и другие профессора, как раз касается вот таких вызовов среды, в докладе Александра Петровича Федорова это очень ярко, сочно, красиво было представлено. Они как раз и формируют определенные наши реакции, определенные наши механизмы адаптации к среде и определенные потребности в связи с этим и определенные уже действия, которые удовлетворяют, ну а в некоторых неудачных случаях не удовлетворяют эти потребности. И вот через теоретический материал, который в оставшееся время я предлагаю обсудить, мы можем какие-то нюансы, затронутые на вчерашней практике, обсудить с вами. Поэтому я предлагаю интерактивный характер нашей встречи, можно смело задавать вопросы и по ходу доклада, лекции и в завершении я оставлю время на то, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Поэтому постараюсь не перегружать информацию, но тезисно представить основные отсылки к той базе теоретической, методологической, на которой основывается эта терапия, когнитивно-поведенческая терапия, ориентированная на потребности. Но мы можем говорить и о фокусе на потребностях, то есть фокусированной на этих потребностях, и о базисе в качестве этих потребностей, который отчетливо представлен как раз на концептуализации, опирающейся на эти потребности. И хочется сразу, говоря о названии, описать некое определение, тоже в широком контексте, конечно, что это системный подход, и это именно когнитивно-поведенческий формат терапии. То есть это один из методов, один из видов когнитивно-поведенческой терапии. И здесь мы, по сути, видим перекличку с очень многими и теоретическими моментами, и практическими, и с очень многими известными специалистами, в том числе и в когнитивно-поведенческой терапии. И вот я здесь отсылаю вас к целому ряду книг, например, Роберта Лихи, нашего друга и коллеги, который также говорил о том, я упоминал вчера эту метафору, что психотерапия – это не распределение в какой-то таблице истин, мыслей на правильные или неправильные. А это возможность человеку научиться удовлетворять свои потребности, удовлетворять то, что было в дефиците или то, что удовлетворялось каким-то неподходящим образом до терапии. И на наш взгляд, ориентировка на эти потребности, как вчера мы, пусть в небольшом экспериментальном формате по 10 минут увидели, может дать какие-то дополнительные инструменты и диагностические, и терапевтические специалисту. И может создать большую ясность, большую четкость в взаимодействии с нашими клиентами и пациентами. Особенно важно это в клинической практике, потому что человек страдающий однозначно и дезориентирован, и дезинтегрирован. И редкие, конечно, люди, которые приходят к нам именно за личностным ростом, находясь в каком-то нормальном состоянии, но желающие развивать свое состояние. Поэтому в основном к нам обращаются за помощью, в основном к нам обращаются для купирования своего страдания, для купирования своей проблематики. Поэтому нам важно помочь человеку сориентироваться, нам важно помочь ему осознать. И вот то, что Лев Семенович Выгодский, которого сегодня упоминала и Алла Борисовна Холмогорова, и мы все с вами часто вспоминаем в контексте зоны ближайшего развития, в контексте тоже и теории научения таким образом, что нам важно вот этой ориентировкой, этой ясностью и помочь человеку осознать свое участие в формировании проблематики и одновременно свои ресурсы для решения тех задач, которые эту проблематику помогут изменить или преодолеть. Поэтому без ясности здесь будет очень сложно и терапевту, и клиенту. А в парадигме когнитивно-поведенческого подхода мы понимаем, насколько важно реализовать слоган практической психологии, что человеку надо самому для себя стать психологом или психотерапевтом. Поэтому без этой ясности он не сможет действовать, не сможет даже в рамках терапии двигаться, а тем более уже без терапевта. И чтобы это не было только компенсацией его состояния или редукцией симптомов, в чем часто обвиняют когнитивно-поведенческую терапию, нам и важно сфокусироваться на определенных связях, о которых в своем докладе говорил Максим Александрович. Как мы можем за деревьями увидеть лес, за жалобами увидеть проблемы, с которыми обратился наш клиент. А проблемы перевести в запрос. Каким образом ты хотел бы изменить что-либо и к чему прийти. И тогда у нас появятся цели, потому что то, к чему мы хотим прийти, это и есть цель нашего терапевтического процесса. Поэтому, повторяя то, что уже говорил Максим Александрович, я надеюсь на ясность того, что и он изложил, и я стараюсь донести. Почему это ориентация на потребности, почему это фокусировка на потребностях, Почему это базис нашей потребности. Потому что потребность, с одной стороны, это состояние, а с другой стороны, это некий драйв, то, что приводит к какой-то форме поведения, мотив, который двигает этим поведением. И говоря метафорой Бориса Федоровича Ломова, известного нашего психолога, члена корреспондента Академии наук, к сожалению, конечно, уже ушедшего из жизни еще в прошлом веке, но очень четко видевшего эту связь, и вот в этой метафоре, что это как сила тяготения для движения физических тел, вот так же потребности формируют поведение. Поэтому поведение нельзя рассматривать в отрыве от самого феномена человека, нельзя его отдельно рассматривать и трактовать. Поэтому ориентировка на потребности, фокусировка на потребностях и базис в виде потребностей поможет ясности видения терапевта и ясности видения клиента, каким образом он может соучаствовать в процессе терапии, каким образом он может быть такой же значимой частью терапевтической диады, как и его терапевт. Поэтому партнерские отношения в терапии, как основа терапевтических отношений, и может быть выстроено с первой же встречи, где вот эта ясность способствует включенности клиента, пациента в процесс терапии. Поэтому терапевтические отношения могут выглядеть очень размытым конструктом, очень нечетким термином, очень непонятным определением, но за этим стоит рабочий альянс, сначала как форма, которую мы используем для того, чтобы человек в итоге сформировал эти отношения. И на круглом столе, который, на мой взгляд, был замечательным, как раз и Александр Петрович, и Артур Александрович, которые сейчас в зале здесь присутствуют, сказали замечательные слова, что психология отношений как раз и является некой методологией, направляющей внимание терапевта, направляющей фокус его внимания к тому, чтобы разобраться, с чем же пришел к нам страдающий человек, с чем же пришел к нам клиент или пациент. Иначе это будет забивание гвоздей, иначе это будет редукция симптома, иначе это будет часто прокачка компенсаторных стратегий. Поэтому осознание мотивов и драйвов в аспекте фокусировки на потребностях как раз может быть очень полезным не только инструментарием, но и способом мышления самого специалиста, который будет формировать основы его клинического мышления. Так же, как и слово депрессия сейчас, которое стало общеупотребительным, ну и часть диагнозов, как вы знаете, сейчас стало уже тоже популярным, и употребляется вне контекста клиники. Слово потребности тем более общеупотребительное, и поэтому может возникнуть такая размытость, нечеткость с пониманием, а как же мы можем ориентировать человека на его потребности. Но, с другой стороны, это общая употребительность и помогает нам быстрее выстроить наше взаимодействие с клиентом. Для него это слово понятное и самоочевидное. Хотя за ним стоит и такой серьезный научный контекст, и более ста классификаций потребностей, которых мы снова коротко коснемся. Но в духе философии нам важно увидеть как раз понимание самих себя, понимание своего взаимодействия с окружающей действительностью, значимыми для нас людьми. И важно увидеть, что об этом люди мыслили на протяжении всей истории цивилизации. И, конечно, такие исторические обзоры выглядят такой просто рутиной и данью уважения к серьезным именам в истории человечества. Но здесь важно увидеть такое зерно, очень полезное, что наши предшественники, великие мыслители античности, как раз и показали вот эти основные механизмы, связанные с пониманием феномена человека и его поведением. Что еще Демокрит рассматривал потребность как основную движущую силу. Что буквально вторит цитате Бориса Федоровича Ломова, которую я только что привел, что это как сила тяготения для материальных объектов, для физических тел. Поэтому Демокрит в античности видел эти механизмы, видел эти функции, видел эти связи. И важно и нам тоже их не упускать, иначе за деревьями мы леса и не увидим. Мы не увидим возможности холистического подхода к человеку и к психотерапии как к процессу. И, конечно, связь со средой, о которой сегодня говорил Александр Петрович, что в контексте, конечно, и поведенческой терапии мы прекрасно понимаем, и зная работы Береса-Скиннера, и зная контекст и современной поведенческой терапии, конечно, очень важно видеть включенность человека и в окружающую действительность, и в некие суперсистемы. Потому что человек – это открытая, сложная, динамическая система, но она включена еще в суперсистемы. Микросоциум семьи, макросоциум, коллектив, этнос, страна, мир. И так же, как экономические кризисы, так же, как и эпидемии и войны, это влияет, безусловно, на эмоциональное состояние человека, на его поведение, на его внутреннее самоощущение, на его восприятие будущего, антиципацию, на его взаимодействие с референтной группой, с поддерживающими его людьми, или значимыми для него людьми, или авторитетными для него людьми. Поэтому нам важно увидеть структуру этих потребностей, о которых еще Платон говорил, что у них есть уровни, есть некая иерархия. И еще до пирамиды Маслоу, где пирамиду рисовали уже, конечно, последователи Маслоу, он просто выдвинул саму структуру, иерархичность этих потребностей, вот Платон уже делил их на базовые, такие первичные потребности, и на, условно говоря, продвинутые. А Эпикур, знакомый нам хорошо по тому, что его последователи обозначили словом эпикурейство, и ответственный гедонизм, как его трактовал Элис, для нас тоже важный ориентир в процессе терапии. И в этом отношении тоже очень важный для нашего понимания феномена человека философ, очень важную мудрость он высказал еще в античные времена, когда не было интернета, когда не было телевидения, и такой интенсивности воздействия на человека. Но Эпикур уже видел, как эти потребности можно классифицировать на естественные, опять же, некие базовые, необходимые, на дополнительные, говоря языком Курта Левина, такие деривативы или квазипотребности, и на неестественные и ненеобходимые, но которые навязаны в социум, микросоциум манипуляции окружающих, или рекламы, или пропаганды, или еще чем-то. Что человек может не осознавать. И вот эти ложные потребности, которые подменяют истинные потребности человека, и будут обязательно приводить к различным дисфункциональным состояниям. И вот эти связи мудрецы замечали, и нам, естественно, их нужно использовать. И я уже цитировал термин, предложенный Куртом Левиным, где квазипотребности мы не рассматриваем как обязательно ложные, как обязательно некие вредные или плохие, но как дериватив, как некое производное, то есть то, что Платон еще упоминал как вторичные потребности. То есть они могут быть ложными, и вот это пример дисфункциональности, и удовлетворение этих потребностей, это как мираж в пустыне, который не даст вам насытиться, то есть это иллюзия воды, иллюзия колодца, иллюзия оазиса, но заставит очень сильно попотеть в достижении этих ложных целей, которые ассоциированы с этими ложными потребностями. Но квазипотребности – это еще один инструмент, как мы обсуждали вчера, когда мы можем развивать вот эти вторичные потребности, которые могут быть результатом нашего научения, которые расширяют репертуар выбора человека и помогают ему, например, в творчестве реализовывать определенные потребности. Конечно, пирамида Маслоу для нас такой знаковый символ, где структурированность и выстроенность в некой иерархии этих потребностей очень подкупает и показывает, что мы можем их классифицировать подобным образом. Но основную мысль, по сути, высказал Платон еще, что мы можем видеть уровни, и мы можем их классифицировать. И дальше, конечно, много споров, каким образом мы можем их обозначить, эти потребности, каким образом мы можем их выводить. И самое главное, каким образом это может помочь процессу психотерапии. Я уже упоминал вчера о Альдерфере. Это Клейтон Пол Альдерфер, известный американский психолог, тоже гуманистического направления, как и Маслоу. Он, скорее, эмпирическим путем, отталкиваясь от своей клинической практики, видоизменил теорию Маслоу и предложил такие конструкты, предложил, скорее, такие направляющие, как мы можем ориентироваться в теме потребностей, не рассматривая пирамиду, а рассматривая некие взаимосвязанные круги. Это потребности, связанные с существованием человека, это потребности связей, связанности, и это потребности развития. И они могут быть задействованы одновременно. То есть, если иерархия подразумевает, что у нас это послойно и последовательно наслаивающиеся возможности, то здесь Альдерфер сделал акцент на холистическом таком эффекте, где это происходит одновременно. Дэвид Маклиланд, также продолжая работы и Маслоу, и других его учеников, предложил выделить приобретаемые потребности, то есть уже деривативы к тем, которые генетически детерминированы, которые заложены от рождения у человека. Что психологические потребности и социальные потребности за счет научения, то, что, опять же, вспоминая сегодняшний контекст доклада Аллы Борисовны Холмогоровой, упоминавшей и Льва Семеновича Выгодского в этом же контексте, то, что мы можем усваивать в этих детско-родительских отношениях, в диадных отношениях, некие конструкты, в том числе через развитие речемыслительных процессов, языковых паттернов, где уже заложены некие представления. Необходимость в достижении, такие иерархические отношения, связанные, ассоциированные с оценками, с достижениями и с уровнем в связи с этим принятия, уровнем признания. И ассоциация со связанностью, о которой перед этим я говорил в контексте теории Альдерфера. Вот эти связи, они зависят от этого признания. Чтобы вас приняли в детстве в какую-то компанию, очень важно, чтобы формировался контекст знаковый. И вот эта знаковая символическая система или вторая сигнальная система по Павлову и формируется из набора этих знаков, которые человек усваивает в контексте культурно-исторической психологии Выгодского как раз через трансляцию значимыми другими родителями или лицами их замещавшими вот эту культуру среды, культуру и психологию отношений в этой среде. И отсюда может формироваться потребность во власти от манипуляции ребенка своими родителями, потом манипуляции уже в среде своих сверстников в детском саду или в школе и потом манипуляции уже во взрослой жизни. То есть это то, что Левин называл квазипотребностью, то есть это производная, она неврожденная потребность во власти, но иерархический инстинкт мы можем видеть и на примере животных или то, что академик Симонов называл зоо социальной такой категорией потребностей. Поэтому здесь идет уже дифференцировка этих потребностей, некое выстраивание конструктов, которые потом значимо влияют на мышление и поведение человека. Поэтому в контексте опять же упоминавшегося И Аллы Борисовны сегодня модели Джорджа Энгеля мы предложили еще несколько лет назад использовать в нашей классификации три базовых домена, то есть с опорой на потребности биологические, психологические и социальные. И мы видим в когнитивно-поведенческом подходе еще в ранних работах Уильяма Гластера, которым уже больше 40 лет, некоторым больше 50, потому что Гластер свою терапию реальности предложил в один день с Рэпт Элиса на том же самом конгрессе Американской психологической ассоциации в 1955 году, год, который формально относится к когнитивной революции в психологии. Поэтому мы видим, что эта идея, что удовлетворение или неудовлетворение потребностей и формирует вот эту систему убеждений человека начиная с самого раннего детства, с сенситивного периода. Если эти потребности были удовлетворены, то формируется набор функциональных убеждений. И я-концепция, как глубина убеждения, я способен, я эффективен, я успешен. И основы для таких психосоциальных представлений. К я-концепции подключаются еще и представления о других. Я привлекателен для других или я любим. И относительно самого себя, самодетерминация. Я хороший, я подходящий, я нормальный, я достоин жизни. То есть то, что мы обсуждали в контексте новой Strange Based Conceptualization Джудит Бек в ее третьем издании книги Basic and Beyond. И вчера я упоминал, что психологические потребности включают в себя эмоциональные. И схема терапии сегодня в основном презентует именно эмоциональные потребности, начиная с книг Джеффри Янга, что это часть их теории, где они выделяют пять базовых эмоциональных потребностей. Но мы видим тесную взаимосвязь здесь этих потребностей по всем трем доменам, которые мы предложили использовать из модели Джорджа Энгеля, потому что привязанность к другим людям это и социальный контекст, некие границы тоже связаны с социальным контекстом и так далее. Пропущу идеи, предложенные уже последователями Джеффри Янга и Арнольда Арнса и Джоанн Фаррелл и других, у них тоже есть свои классификации связи схем функциональных и дисфункциональных с потребностями удовлетворенными или неудовлетворенными. Поэтому мы предлагаем увидеть вот таким образом за деревьями лес в этой концептуализации для специалиста когнитивно-поведенческого направления может быть более понятным механизм динамического развития человека, его личности, как историю его удовлетворенных или неудовлетворенных или фрустрированных потребностей. И здесь значимые данные детства еще из первых концептуализаций и самого Арнона Бека и в последующем Джудит Бек уже для нас подсказка. А какие события в истории человека стали значимыми? А какие из них стали ключевыми? То, что Бек назвал термином прото-схемы, которые и выковали его схемы, как в горниле такого процесса формирования личности. Поэтому неудовлетворение, как мы знаем, депрессогенные такие влияния детско-родительских отношений, холодная мать, термин психоаналитический, или мертвая мать, по примеру экспериментов, которые сегодня многие школы психотерапевтические приводят, начиная с работ Болби и его последователей, покерфейс, лицо маска вызывает плач у младенца. И мы видим, как у него возникает такая гиперреакция как раз из-за отсутствия подкрепления его поведения. И если это хронический вариант, то у него не формируются определенные навыки, социальные навыки, эмпатия и саморегуляция, что потом приводит к хроническим проблемам. И поэтому те дефициты, с которыми сталкивается ребенок в своем развитии, чего он недополучил от своих родителей и лиц их замещавших, и становятся основой и для расстройств личности, о чем пишут и Марша Линихан, и Джеффри Янг, и другие авторы, говоря, например, о процессе инвалидации, когда нет подкрепления, нет подтверждения со стороны значимых других, что ты нужен, что я тебя вижу, как в аватаре, я тебя понимаю. И вот это тонкие нюансы, которые снаружи и не выглядят как психотравма, и не выглядят как физическое или сексуальное насилие, но их отсутствие приводит к определенным последствиям, где мы видим не только биологические основы расстройств личности, которые тоже достаточно умозрительны, несмотря на попытку их классификации и обозначений, в том числе на уровне даже генов, но видим более четкую теперь связь с психологическими неудовлетворенными потребностями, социальными неудовлетворенными потребностями. Поэтому, конечно, и биология важна, мы, безусловно, ее не отрицаем. Есть витальные потребности, которые могли быть нарушены тоже и в детский период, и потом гиперкомпенсироваться на протяжении длительного времени, включая и текущий период. Поэтому, выясняя, как вчера на практикуме, текущие какие-то неудовлетворенные потребности наших клиентов и пациентов или семьи, как системы, мы можем найти часто зеркальную связь с фрустрированными или неудовлетворенными потребностями в прошлом. И вот это иногда носит метафорический характер, а иногда и буквальный. И те компенсаторные механизмы, которые тогда еще, будучи ребенком или подростком, использовал наш клиент или пациент, он может снова в той или иной форме использовать сегодня. И мы видим эту связь, связующую красную нить прошлых событий и поведения человека, его мышления и поведения, и настоящих событий и его мышления и поведения, иногда меняющего формы, но сохраняющего содержание. Поэтому мы и проясняем, какие нарушены сейчас потребности и какие нарушены были в прошлом, и как они удовлетворяются сейчас или не удовлетворятся, и как они удовлетворялись или не удовлетворялись в прошлом. Поэтому следом за Strange Based Conceptualization мы предлагаем видеть и связь с функциональными, а не только с дисфункциональными. Там, где эти потребности были реализованы, там, где есть примеры, когда у тебя получалось, там, где есть уверенность в своих действиях в самом себе или поддержке близких. Какие концепты мы можем увидеть, какие представления о себе, какие правила использует при этом человек, промежуточные убеждения, какие условные предположения он строит, какое отношение у него к себе, другим и миру, какое правило или набор правил он использует в подобных обстоятельствах, и какие мысли приходят ему в голову и автоматически, и произвольно. Поэтому мы видим адаптивные стратегии поведения во многих ситуациях, даже в самых запущенных клинических случаях, и компенсаторные, даже у условно здоровых людей. Поэтому нам важно видеть диалектику в развитии человека, что у него нет только белого или черного. У него представлены и те, и другие, и функциональные, и дисфункциональные, и убеждения, и мысли, и соответствующее поведение. Поэтому мы предполагаем, что к дезадаптации, использованию дисфункциональных каких-то и стратегий, и мышления, и поведения приводит актуальные стрессовые события, приводит кризис тот или иной. Поэтому мы пытаемся увидеть структуру, что же приводит к этому кризису. Иногда это системный кризис, это системные процессы к нему приводят, чтобы обнажить вот те дисфункциональные механизмы, нажитые за определенный отрезок времени, а иногда на протяжении всей жизни. Поэтому витальные потребности, насколько они удовлетворены, и мы вчера выяснили, что даже вот такая банальная вещь, как сон, высыпается или человек, и он продолжает думать так, что некогда спать, много задач, но как он их выполняет, не выспавшись? И это как опять же в анекдоте или такой метафоре, заточили бы пилу, некогда надо пилить. Поэтому мы показываем клиенту, что не удовлетворив свои базовые физиологические потребности. Ты не сможешь удовлетворить и потребности более высокого порядка. Поэтому психологические потребности мы, конечно, рассматриваем в тесной взаимосвязи с психологическими и социальными. Естественно, их не разорвать. Они холистически представлены в таком тесном взаимообмене. Но, тем не менее, такая категоризация, как введение категории биологические, как введение категории психологические, как введение категории социальные, позволяет и терапевту, и клиенту все-таки составить некий концепт, концептуализацию, план, что мы будем делать, и осуществлять его последовательно и поэтапно, в зависимости от степени осознанности клиента, которую, конечно, мы стараемся расширить совместно с процессом терапии. Но, тем не менее, опираясь на эту концептуализацию. Поэтому мы можем, как на примере вчерашнего небольшого 10-минутного эксперимента, уже накидать, а какие витальные потребности, какие биологические потребности не удовлетворяются или в дефиците удовлетворения сегодня. И здесь мы можем сразу найти общий язык с человеком, достаточно быстро согласовать. Для него слово потребности знакомо, понятно и даже для некоторых привычно. Соответственно, вот эти биологические потребности, они выглядят рутинным форматом их удовлетворения. но иногда и хроническим является их игнорирование. Поэтому мы вроде ничего нового не говорим человеку, но рисуя, как вчера я предложил такую круговую диаграмму потребностей и разделяя их на сектора и смотря на их соотношение, насколько это гармонично или дисгармонично, мы быстро можем найти общий язык с нашим клиентом. Визуализируя это, он быстрее это сможет увидеть, опознать, осознать и начать использовать. И если мы рассмотрим биологические потребности, то здесь для нас, конечно, Иван Петрович Павлов становится еще более гениальным классиком не только теории условных рефлексов, не только основы когнитивно-поведенческой терапии и бихевиоризма и когнитивизма в одном флаконе, но и таким провидцем, потому что Павлов говорил, что отдых это смена работы с умственной на физическую, с физической на умственную и показывал игрой в городки со своими учениками, как он логично, осознанно и последовательно использует эти теории в своей жизни, распределяя свои ресурсы. И поэтому многие восхищались и плодовитостью Павлова, и его трудоспособностью, и его целеустремленностью, и его стыничностью, но Павлов показывал, что он понимает просто этот механизм, что необходимо их распределить эти ресурсы. И вот эта осознанность, она и помогает гармонизации, а она через ясность, через то, что мы можем презентовать нашему клиенту понятные конструкты, понятные методики, как мы можем обнаружить дисфункцию, дисгармонию, как мы можем ее через этот инструмент визуализировать, как мы можем буквально распределить и посмотреть. Ты же планируешь свой отпуск или планируешь бюджет, планируешь покупки. Что мешает тебе увидеть некое, как в коучинге, колесо баланса? Как оно у тебя крутится? Куда оно у тебя катится? Чем оно наполнено? Соответственно, наша задача показать, что по Ивану Петровичу Павлову в биологические потребности у нас входит ориентировочный рефлекс, чтобы удовлетворить, ну просто кого-то съесть, как вчера Войку рассказывал, это я его съем или он меня съест. Значит, в зависимости от этого два типа реакции. Значит, возбуждение, ажиотаж и интерес или страх и бегство. Уже надо сориентироваться по Павлову. Поэтому ориентировочный рефлекс по Ивану Петровичу Павлову творит чудеса, если мы его переведем в психологические потребности. Потому что, чтобы сориентироваться, нужно, ну, грубым клиентским языком говоря, кумекать. То есть, придется использовать картирование местности, то, чем занимался Толман в экспериментах с крысами, и то, за что Нобелевскую премию его ученики получили в 2014 году. GPS мозга так ее окрестили журналисты. Так вот, это и есть эволюция живых существ на нашей планете, когда появляется такая картография, с которой и с точки зрения Нобелевского комитета и родилось сознание. Так вот, эти процессы позволяют нам ориентироваться не только на местности, чтобы кого-то догнать и сожрать, или вернуться в свою пещеру, но и в самом себе. Потому что интроэцированные эти механизмы формируют Я-концепцию, точку отсчета, систему координат. И попытались, ну, понятно, что в первую очередь биологизировать, нашли эти грит-нейроны, которые занимаются картографией у нас, нашли клетки места, нашли клетки, отвечающие за ориентацию, за топографию, но в реальности это как с зеркальными нейронами. Это просто специализация нейронов. Нет никаких нейрон с зеркалами, как вы понимаете, никаких специально заточенных на зеркальную функцию или заученных, потому что инсульт, и вот тебе, пожалуйста, эти-то полегли, но почему-то другие взяли на себя эту функцию. И даже зона брака и зона верники, анатомически привязанная у нас, казалось бы, к определенному месту, куда-то у нас эмигрировала в случае, если инсульт пришелся на то место и у человека речь отнялась. Поэтому здесь и важно нам увидеть вот эту тесную взаимосвязь биопсихосоциальной модели, где у нас психо продолжает эволюционировать человек, живые существа через развитие вот этих специализаций нашей нервной системы, психики как системного эффекта, где возникает, казалось бы, зачем человеку мозг такой сложный девайс, полтора, ну, 1300 грамм обычно, в черепе его надо хранить, оберегать, если там сотрясение, кто-то по башке стукнет, очень уязвимый человек становится при этом. Но это мощнейшая система, не только вычислительная машина, но и способствующая антиципации, моделированию будущего, неких решений, проблем в настоящем и будущем. Поэтому наша задача и видеть в этой системе взаимосвязь биологического и психологического и, конечно, социального на его основе. Потому что та вторая сигнальная система, которая за счет знаков и символов и создала некий внутренний мир и стала основой для рефлексии как процесса и сочетается с речемыслительными процессами, которые позволили нам усвоить социальные конструкты со своими когнитивными искажениями в этих социальных конструкциях. Не без того, не как бы священные писания упали с неба в виде скрижалей на каких-то золотых свитках, а люди такие же, как и мы в прошлом придумывали какие-то нормативы или конвенции. И там есть навязанные вещи, которые мы в исследовании расстройств различных, например, тревожных или депрессивных со всей очевидностью видим, какие интроицированы родительские послания, какие трансгенерационные травмы мы видим. Не высовывайся, а что скажут соседи? Значит, жри давай, доедай, потому что дети в Африке голодают, между прочим, а в блокаду вот за этот кусочек тебя бы убили, поэтому давай. И дальше пищевые расстройства мы понимаем, насколько тесно связаны и с этими внушениями, и с картинками, которые мы видим по телевизору или в журналах. То есть эти сигналы, уже вторые сигналы по Павлову, тесно переплетены с нашей адаптацией, потому что в этой окружающей действительности у нас уже не только хищники, как угроза, и не только бегающие какие-то белковые тела, как желаемые и лакомые, но и квази-потребности, которые помогают нам функционировать в некоторых случаях, а в некоторых случаях и мешают. Квази-потребностью станет, как мы вчера обсуждали, например, престижный автомобиль, престижные места отдыха или престижный внешний вид или престижное поведение. И, соответственно, они могут быть навязаны не только микросоциумом, но и макросоциумом, контекстом происходящих событий, которые в представлении о культурно-исторической психологии хорошо я осознал и описал Лев Семенович Выгодский. Упоминаемый мной Курт Левин как раз восхитился уровнем осознанности Льва Семеновича. И он себя относил к кругу Выгодского. Представляете, уже приехал человек, известный на весь мир, к Выгодскому. Тут умер в 37 лет. Представляете, приехал к юноше и отнес себя к кругу учеников, последователей Выгодского. Поэтому нам важно увидеть вместе с нашим клиентом вот эти взаимосвязи, что ты точно будешь выстраивать концепцию, потому что тебе надо сориентироваться не только снаружи, но и внутри. Кто я такой, и кто, значит, мы другие такие, и в каком мире я живу. Поэтому были вопросы вчера на тему о духовной потребности. Вот куда мы их отнесем, к какой сфере, к какому месту. Мы, конечно, их рассматриваем как часть психологических потребностей, потому что тенсенденция, выход за пределы себя, за пределы я-концепции, она осуществляется разными способами. Конечно, религиозные институты предлагают готовые решения, но есть же и люди, которые поехали в джунгли Амазонки, хлебнули айуазки, их там накрыло, конечно, и они там в трансцендентном таком состоянии, очень много чего для себя открыли. Кто-то прошел через родовые пути повторно, кто-то, значит, увидел вообще, что на роду было написано и кем, и как главное писалось. Поэтому, конечно, не только религии или какие-то социальные институты осуществляют духовный рост или формируют, ну, сегодняшним языком говоря, духовные скрепы. Форм экспериментов масса. Какие-то из них запрещены госнаркоконтролем, поэтому мы не будем их здесь не рекламировать, не посчитайте это рекламам тура за Айваской. Но это часть потребностей человека, потому что ему иногда и становится грустно и тоскливо, потому что он не очень понимает ни кто он, ни зачем он, ни куда он, ни что вокруг и так далее. И поэтому эти вопросы могут быть заглушены каким-то хроническим стрессом, как компенсаторной стратегии, но рано или поздно будут актуализироваться и это хорошая история с точки зрения экзистенциальных терапевтов, что этот кризис надо не только одобрить, но даже поддержать. И пять экзистенциальных вопросов загонят клиента в серьезный экзистенциальный стриз, если он еще не там. Но вопрос, а куда мы дальше будем двигаться после этого. Но некоторые предпочитают не мешать клиенту и предлагают побыть им клиентам с этим и в этом. Но у КПТ свой путь и он предлагает ориентацию на устремление. Сегодня в CTR, в когнитив рекавери ориентотерапии, в терапии ориентированной на восстановление, термин устремления это как раз аналог того, что мы обсуждали, тесной связи потребностей, смыслов и ценностей. Где смыслы, и сегодня Александр Петрович об этом очень хорошо, подробно и красиво, а главное очень информативно рассказал, как раз и отражают связь этих концептов. Поэтому смыслы и Артур Александрович подсказал, что еще Бахтин об этом хорошо написал наш замечательный соотечественник. Ну, тут мы предлагаем вместе с Артуром Александровичем сразу почитать Бахтина, а не спросить, что же он там написал, потому что тут надо как с культурно-исторической психологией Выгодского проникнуться контекстом этого замечательного автора. Поэтому вы видите тесное переплетение этих потребностей и главное не всегда осознание, а какие же базовые, какие истинные, какие мои, какие навязанные социумом, близкими и так далее. Поэтому концептуализация для нас возможность перевести это в техническое решение, в некий понятный процесс, через анализ значимых ситуаций, релевантных проблематики клиента, мы можем выходить и на дисфункциональные мысли, и на дисфункциональные убеждения, и на значимые события прошлого в некоторых случаях, но мы можем выйти на следующий уровень, на уровень, как вчера я предлагал анекдот про дракона и рыцаря, чего же ты хотел на самом деле. Поэтому на уровень потребностей мы можем выйти с большей эффективностью, если будем ориентироваться, что они есть, ориентироваться на некие категории, какие же они есть, и в связи с этим помогать на языке описания клиента осознать, что они у него есть и как они удовлетворяются на сегодня, криво или более подходящим образом, эффективно или дисфункционально. Поэтому в этом отношении мы формируем такой набор диагностических инструментов, пул, который помогает быстрее ориентироваться и специалисту, и клиенту. Но одновременно это и формирование плана, плана терапии, который позволяет действовать более обдуманно, потому что эта концептуализация помогает увидеть элементы клинической картины более четко, более осознанно и более структурировано, еще и в иерархии их взаимоотношения, этих элементов. Поэтому использование и концепта потребностей, и классификация их в виде распределения по трем доменам с опорой на биопсихосоциальную модель Джорджа Энгеля, и четкая взаимосвязь этих доменов позволяет нам более осознанно распланировать терапию и инструментарий, которые мы сможем использовать в терапии. Потому что мы тогда сможем увидеть, что же необходимо тогда для решения, какую потребность и каким образом человек может удовлетворить, а не только редуцировать симптом, не только уменьшить свою боль, которую он снова потом воспроизведет, если будет также пытаться реализовать свои потребности по старой схеме. И пользоваться теми же алгоритмами, теми же схемами, теми же конструктами, теми же стереотипами, теми же привычками. Поэтому анализируя мировую литературу в этом отношении мы можем видеть больше сотни классификаций, которые предлагают нам увидеть, а что же внутри этих доменов мы можем специфически выделить. И вот здесь такие авторы, как Десси и Райан, говорят уже даже о генетически запрограммированных, детерминированных геномом человека потребностях психологических в этом домене. И мы снова видим здесь самодетерминацию, как продолжение вот этой идеи Павлова, где ориентировочный рефлекс касается не только внешнего поведения, но и внутреннего. Интериоризируясь у человека самоисследование, саморефлексия очень тесно взаимосвязана. И вот потребность в компетентности это уже и психологическая, и связь, связка с социальной потребностью, социальной сферой, потому что компетентность оценивается не только самим человеком, но и внешними оценщиками влияет на его привлекательность, влияет на его признание, на его принятие. Поэтому потребность во взаимосвязи с другими людьми это психологическая потребность, а выстраивание самой связи это уже социальная потребность. И вот здесь они тесно взаимодействуют и реципрогно взаимодействуют. Поэтому наша задача увидеть вот эту связь мотивов и драйвов и потребностей. И об этой связи писал классик советской психологии Борис Федорович Ломов, которого я уже сегодня упоминал. И вот еще раз повторю, потребности людей диктуют их поведение с такой же властностью, как сила тяготения движения физических тел. То есть Ломов прекрасно понимал значение потребностей и формирование ими поведения человека и давал классификацию тоже первичных и вторичных мотиваторов и третичных как деривативов в отношении этих потребностей. Уже упоминавшийся и Максим Александровичем неоднократно и мной Павел Васильевич Симонов предлагал видеть витальные зоосоциальные и потребности саморазвития. И здесь саморазвитие мы тоже тесно связываем конечно с психологической потребностью. Поэтому в домене психологическом когнитивные познавательные потребности дают целую массу деривативов. То есть поддомены или субкатегории где мы видим и в виде самодетерминации определенные представления о себе. И вот эта потребность в познании касается и внешнего мира и внутреннего мира. И саморазвитие становится одним из вариантов таких субкатегорий когнитивных сферы как уже функций когнитивных но на потребности познавательной формирующейся. Ну и целый ряд монографий этой теме посвящен тоже на примере Дмитрия Алексеевича Леонтьева хотел бы порекомендовать ряд его монографий ряд под его руководством вышедших монографий которые освещают как раз десятки более сотни классификаций и этим исследованием Дмитрий Алексеевич посвятил много лет и очень много публикаций на эту тему где освещены вот эти возможности которые предоставляет нам наработанный и классиками и теоретиками и практиками материал касающийся потребности и мы предлагаем в терапии ориентированной на потребности использовать этот теоретический материал но уже практика ориентирована включая это в план терапии потому что концептуализация как и Джудет Бек так и в других школах это основа для плана терапии это наша карта когнитивная в которой мы видим мишени для терапии разных уровней и уровень потребностей не всегда мы конечно можем его реализовать в полном объёме так же как и с любыми другими задачами любой терапии но мы можем выстроить этапы где мы можем делегировать процесс терапии когда клиент его осознаёт когда он в нём ориентируется когда он видит формирует навыки использования инструментария например когнитивно-поведенческой терапии или любой другой терапии мы можем делегировать ему процесс терапии и он станет тогда независимым от терапевта и самостоятельно осуществлять следующие этапы психотерапии, на что мы, собственно, и надеемся и в стандартной когнитивной модели, и в стандартной когнитивно-поведенческой терапии, и в том числе в когнитивно-поведенческой терапии, ориентированной на потребности. Поэтому цели и задачи достаточно понятны, их мы согласовываем с клиентом, естественно, это его цели и задачи, но они направлены не только на снижение переживаний клиента, редукции его симптома, устранение жалоб или каких-то дискомфортов, то, на что он в первую очередь и настроен. А на реконструкцию системы убеждений, так же, как сегодня на круглом столе обсуждалось, в личностно ориентированной реконструктивной терапии, реконструкции личности, это и есть цель и способ одновременно и метод для того, чтобы личность функционировала иначе. Но здесь мы ставим задачи удовлетворения тех базовых, естественных и значимых потребностей человека разных уровней. То есть под базовыми мы подразумеваем не только витальные базовые биологические потребности, как у Маслоу, но значимые и в психологической, и в социальной сфере. И мы не подразумеваем, что квазипотребности это всегда плохие потребности. Это уровень, это уже своя иерархия внутри каждого домена вторичных потребностей, которым обучен клиент так же, как он обучен и определенным знаниям, и определенным умениям, и определенным навыкам. Поэтому формирование этих потребностей идет рука об руку с формированием системы представлений, системы убеждений и системы отношений. Поэтому эти вторичные потребности не детерминированы генетически, и они могут быть изменены, в отличие от базовых генетически детерминированных. Те нам предстоит принять и действовать в соответствии с осознанием того, что нам необходимо. Но есть и другие, особенно ложные, от которых мы можем уйти и перейти к более подходящим, те, которые мы можем реализовать, те, которые принесут удовлетворение. И главное, что весь этот набор есть уже у наших клиентов и пациентов. Есть это скрытое от них самих знание, и самое главное, скрытые ресурсы. И переводя эту идею в контекст всего нашего форума, здесь и стоит сказать о том, что кризис – это закономерный этап развития. Кризис естественным образом показывает цикличный характер развития человека как системы, семьи как системы, общества как системы и цивилизации как системы. Поэтому мы видим цикличность любых кризисов – экономических, политических, семейных и человеческих. И экзистенциальные кризисы регулярно повторяются. Начиная с пяти лет мы видим их цикличный характер. Поэтому наша задача увидеть в этом систему и увидеть в этом основу для нашего более осознанного процесса терапии. Тогда кризис – это не только зло. Понятно, что многие сейчас скептически относятся к метафоре популярной, начиная с 50-х, начиная с рекламной кампании Джона Кеннеди, японского иероглифа, который делится на две части. Кризис – это и опасность, кризис – это и возможность. Да, может быть, китайского, прошу прощения, может быть, там, иероглиф там не очень правильно перевели. Но даже если бы так, то здесь важный посыл, что кризис, когда рушатся стены, открываются горизонты. Кризис показывает, что вот этот механизм дисфункциональный, и что это как чемодан без ручки в некоторых ситуациях, его предстоит или бросить, или починить. Соответственно, в некоторых ситуациях нам придется от чего-то отказываться, не тащить формочки из детского сада в школу, не тащить какие-то привычки из школы в институт, а из института на рабочее место. Нам точно придется принять, что ресурсы исчерпываются, ресурсы какой-то системы, ресурсы каких-то возможностей. Но когда закрывается одна дверь, открывается другая, особенно сейчас, к завершению нашего форума, я хотел бы обратить внимание на то, что в контексте вот этих цикличных кризисов нам и важно понимать, что нам придется их принимать как часть жизни и помогать клиентам тогда принять, что кризис тесно связан с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. И если в детстве они были одни, в подростковом возрасте другие, то во взрослой жизни они могут быть уже третьи. И да, биологические, витальные, может быть, остались те же, но социальные, психологические, эволюционировали. У них появились другие варианты, форматы, то есть те квазипотребности, которые результат научения задают нам более сложные формы их удовлетворения. Но в этом и креатив, в этом и возможность. То есть это не обязательно катактирование либидо по Фрейду, что нам обязательно надо рассматривать творчество художника, как его попытку сексуальную активность куда-то направить. Что это может быть просто другой способ удовлетворения своих потребностей из разных доменов вот таким механизмом. Поэтому ту круговую диаграмму, которую мы вот так коротко обсудили вчера, мы можем наполнить нашим клиентам более осознанно, более качественно, более творчески. Вот в этом процессе взаимодействия партнерского и изучения такого эмпирического или эксперименциального исследования совместно бытия, его текущего, его прошлого и происходящего прямо на сессии. Какие потребности были удовлетворены прямо на форуме, мы вчера узнали. Какие могут быть удовлетворены после него. Вот что нам стоит осознать. Ну и сейчас, судя по динамике зала, время вопросов и ответов, чтобы не засыпать, не заскучать на повторении, которое, конечно, иногда не всегда, точнее, мать научения. Давайте мы перейдем к вопросам. И в оставшиеся буквально 15 минут, да, у нас остается. Может быть, в интерактивной форме постараемся вот этот интродюс, некое введение в когнитивно-поведенческую терапию ориентированной потребности как-то расширить в фокусе вашего... Профессор Артур Александрович Александров, спасибо огромное за ваше участие в нашем форуме и за ваше присутствие сегодняшнее. Очень приятно видеть вас в качестве участника нашего мероприятия. Дмитрий Викторович, я уже не первый раз, естественно, я слышал многие ваши доклады, я всегда приходил буквально в состояние какого-то бешеного восторга и даже какой-то зависти. Я видел, насколько вы образованы, насколько вы эрудированы, насколько вы интеллектуальны и как вы все это красиво вяжете, понимаете? Это просто завораживает. Это мои комплименты. Спасибо огромное, с удовольствием принимаю. Вот. А по поводу сути вопроса, я хочу задать вам, может быть, самый простой вопрос, а может быть, он является самым сложным вопросом. То есть вы находитесь в этой парадигме, когнитивно-поведенческой, но мне кажется, что если бы вы перешли на другие рельсы, допустим, на психогеномическую парадигму, вы также блестяще отстаивали бы ее постулаты и великолепно все излагали. Я так же рукоплескал бы вам и завидовал бы вам, как вот человек умеет так, понимаете? То есть, что я хочу сказать. Вот главный вопрос, который меня беспокоит. На каких вы все-таки вот самых изначальных позициях, какие позиции вы занимаете? Вот психодинамического подхода или когнитивно-поведенческого подхода? Ведь дело в том, что то, что вы называете рациональным решением внутриличественного конфликта, да, это нормальное явление, да? Собственно говоря, Бекович исходил из того, что проблемы пациента коренятся в его сознании. То есть их можно объяснить. А Элис говорил о том, что иррациональность, она вообще присутствует человеку по его сущности. То есть человек – это не гомо сапиенс, вы заблуждаетесь. Он говорит, это иррациональное существо, он склонен ошибаться. Так вот, с точки зрения того, что вы называете рационализацией, рациональным, а с точки зрения психодинамической концепции, это есть не что иное, как психологическая защита. Ведь больные неврозами не так уж глупы, как это может показаться. Они прекрасно рационально мыслят. Но в их ситуации и в ситуации их внутриличностного конфликта они не хотят рационально мыслить, они избегают этого. И они прибегают к эмоциональному, к так называемой эмоциональной переработке внутриличностного конфликта. Так вот, что всё-таки для вас изначально, да? Это вот, и как вообще с позиции вашего подхода, вот рационально, вот эта когнитивно-поведенческая психотерапия относится к бессознательному. Вы это принимаете за данность или нет? Или вы считаете, что действительно вся проблема решается на уровне осознания? На уровне осознания. Но это, извините, это противоречит принципу движения человека от животного к человеку, да? То есть на каком-то этапе развития, эволюции, вот это самое слово, которое я вспоминал, что в процессе эволюции произошёл разлом между животным царством и царством человека, царством духа. И человек, впоследствии, находится вот между этими состояниями. То есть его животное, его животное половина диктует ему одни потребности, а его сугубо человеческие другие потребности. То есть вот этот вот конфликт, он изначален, он неосознан, он бессознательный. Поэтому отрицать бессознательное, мне кажется, это неправильное, потому что человек в той же степени и гомо сапиенс, как и гомо, как это сказать, животное, извините за грубость, да? Он колеблется между этими двумя полюсами. И в этом же, собственно, вопрос-то весь человеческий. Быть или не быть? Кем тебе быть? Быть тебе на одном полюсе или быть тебе на другом полюсе? Как этот вопрос вы решаете, если вы не считаетесь вот с неосознанностью, с бессознательным? Пожалуйста, объясните мне, старому дураку. Спасибо. С большим уважением, как вы знаете, и даже любовью. Отношусь к вам, мы дружим на протяжении многих лет, поэтому всегда рад вашим провокативным вопросам. Они показывают как раз то, что нам необходимо в такой полемике вот эту диалектику и раскрыть между психией и сомой, между душой и телом, между когнитивной терапией и психоанализом. То есть действительно в психоанализе рационализация – это защита. И мы можем назвать рассуждательством, бесплодным мудрствованием такую компенсаторную стратегию, когда человек забалтывает свою проблему. И многие считают психотерапию или психологию болтологией такой, что это разговорный жанр. И просто развлекают так человека или это исповедальня, или это просто болтальня. Рацио – это разум, и поэтому, на мой взгляд, стоит их дифференцировать и не путать. Человек разумный – это не человек рационализирующий. То есть рацио, как раз разумность и отношение к себе, и отношение к другим, и возможность осмысления вот этой системы отношений, возможность осмысления системы убеждений расширяет, на мой взгляд, репертуар выбора человека. Да, он детерминирован биологически, что он действительно некая биологическая машина, биохимическая лаборатория. И здесь мы мало на что можем повлиять. И нам, конечно, нужно принять животное в себе, но мы больше, чем животное. У нас за счет появления второй сигнале системы и рефлексии появилось человеческое начало, которое мы можем редуцировать до животного. И тогда главный вариант просветления, принудительный mindfulness – это то, за что уже дали Нобелевскую премию, за лоботомию. Тогда мы устраняем этот мучительный конфликт, оставляем только животное, которое будет функционировать на сугубо рефлекторном уровне. Но мы можем через психику человека, помогая этой психике осознать саму себя, психоаналитическим ли методом, когнитивно-поведенческим, с помощью замечательного метода АКТА. Это терапия, которую предложил как раз Артур Александрович, аналитико-катарктическая терапия по Александрову. То есть так же, как множество религий трактует феномен человека, так и множество психологических школ сталкивается с тем феноменом под названием «человек». А уже как его оценивают, как его трактуют, как его концептуализируют, тут уже каждая школа имеет какой-то свой набор терминов и понятий. Но на мой взгляд, и я очень благодарен вам и за такие слова добрые, как вы отозвались обо мне, на мой взгляд, действительно, может быть, я был бы и психоаналитиком, может быть, я был бы каким-то другим терапевтом. Потому что, как сказал Бека, я вчера уже упоминал, все, что работает, это КПТ. Поэтому просто я это через концептуализацию КПТ так трактую. Но, возможно, концептуализация современного нейропсихоанализа или терапии под названием АКТА позволила бы мне этот феномен человека трактовать каким-то другим образом и достигать там результатов. Поэтому я здесь не противопоставляю ни психодинамическое направление. Мы видим, как схемотерапия очень много берет из психодинамического направления, не только из эксенциально-гуманистического. И в целом Бек говорил, и есть видео на эту тему, и я сам лично задавал ему такой вопрос, что в будущем он видит объединение. Потому что рано или поздно, изучая человека, мы будем объединять часть информации, часть школ. И, на мой взгляд, такие прекрасные специалисты, как вы, и дают вклад в такую всемирную копилку знаний, возможностей нам видеть человека по-разному. С разных углов зрения, с разных концептуализаций, с разных парадигм. И со временем они точно сольются в какое-то более точное представление. Ну, потому что сегодня кардиологи уже редко гадают, сколько камер в сердце. Там 16, 2, ни одной, или все-таки 4. Они уже об этом договорились. Поэтому термин бессознательное в КПТ скорее используется как неосознанное. Что есть то, что мы можем осознать, есть то, что мы не можем внутриклеточные процессы какие-то осознать. Но мы можем расширять сферу осознанного, понимая, что все равно неосознанного будет больше, чем осознанного. И поэтому с этим неосознанным мы соглашаемся и принимаем то, что оно есть, и то, что оно гораздо более могущественно, чем то, что у нас в фокусе сознания, как на очень небольшом освещенном пятачке. Поэтому наши сознательные и произвольные мысли – это, конечно, очень небольшая часть. Но иногда туда что-то приходит, оттуда что-то уходит, и это формирует то, что в КПТ называется схема, то, что в других школах называется как-то по-другому. И оно там без света как-то тоже функционирует в виде алгоритмов, в виде каких-то привычек. Разные школы по-разному это называют. Но мы можем воспользоваться перемещением этого фокуса внимания, этого прожектора, которым мы можем высвечивать какие-то вещи. И в вашем методе это получается блестяще. И это тоже пример того, что мы не заложники только этого бессознательного, темного мира наших каких-то слепых инстинктов и рефлексов. По-разному можем это назвать. Но мы можем там что-то высвечивать и меняться за счет этого. И в этом тоже эволюция и персональная человека, и всего человечества. Вот так я вижу объединение и концептов, и школ, и внутри когнитивно-поведенческой терапии тоже есть своя динамика, где развивается понятие, что мы не только на уровне мысль-контрмысль работаем, мы уже стараемся видеть человека и глубже, и более холистично. Спасибо большое, я удовлетворен. А то, вы понимаете, есть такое вот, бытует такое мнение, что вот рациональная психотерапия, она же и когнитивно-поведенческая основана на убеждении, разубеждении и объяснении сущности невроза. Цитирую Карвасарского и, в общем-то, Мясищева. Ваш подход, да, вот то, что вы сейчас сказали, да, вы просто пролили, как это называется, бальзам или элей, я уже забыл, что на что проливается. Договоримся на бальзаме. Вино на мою болезненную душу. Спасибо, Дима, я доволен. Спасибо большое, Александр. Сколько у нас еще остается времени? Все время этого мира, Дмитрий Викторович. Я напомню о том, друзья, что сам форум предполагает под собой концепцию диалога, да, общение и с человеком-носителем некоего знания, да, и нового опыта для нас с вами, так и общение между собой. И мне безумно нравится, что именно вот в таком диалоге рождаются даже иногда новые идеи и раскрытие тех идей, которые были прежде, в общем-то, очень даже близки и знакомы. Поэтому повторюсь, что у нас есть возможность делиться мнениями, обсуждать прямо здесь, вот сейчас, в этом прекрасном зале, зная и уже ощущая прибывающих к нам сюда, участников форума. Собственно, помню, что было несколько рук, было несколько поднятых ладоней. Да, полагаю, после предыдущего спикера, задающего вопросы, выступать несколько сложнее, чем до. Вот, то есть есть определенные, скажем так, да, уже поднятые в хорошем смысле градус. Однако же я готов, и, Дмитрий Викторович, полагаю, и вы тоже, к вопросам. И в том числе намекну, что не только по теме доклада Дмитрия Викторовича, но и в целом я был бы не против, полагаю, вы не откажете, поделиться ощущениями от форума как такового. Потому что абсолютно, вот, и сразу появилась рука, прекрасно. Потому что помимо того, да, чтобы делиться и обсуждать знания, было бы очень приятно услышать и поделиться вашими ощущениями от того, каким вы почувствовали девятый форум. Прошу вас. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Спасибо большое за эту тему и вообще за то, что объединяете концепт потребностей когнитивно-поведенческой терапии, потому что я, например, тоже вижу в этом такое прям развитие и как-то единение отечественного подхода и когнитивно-поведенческой терапии. И у меня, конечно, сложно говорить после предыдущего вопроса, но попробую. Да, такой вопрос, достаточно простой. Как технологически вы видите вот такое прояснение, да, у клиента этой истории с потребностями? Потому что поделюсь. Я в своей практике тоже достаточно часто предлагаю, да, этот концепт потребностей. Также говорю о трех группах потребностей, провожу какое-то психообразование, но вот сталкиваюсь с тем, что клиент, ну, допустим, да, у него тот же недосып, но он говорит, что моя ведущая группа – это социальные потребности, да, то есть про такую гиперкомпенсацию. Ну и сразу поделюсь тем, что я, например, как инструмент, да, выделила. У лихи есть такая техника – дневник эмоций. И я через эмоции, как сигналы, предлагаю определять и вместе с клиентом исследовать как раз группу доминирующих потребностей. То есть и тогда там достаточно хорошо видно, да, что клиент говорит, допустим, что вот у него социальная группа потребностей доминирующая, но при этом по дневнику эмоций мы увидим, что там наибольшую радость и удовлетворение ему сон принес. Соответственно, ответ очень простой и как такое направляемое открытие, и, соответственно, работа с клиентом тоже идет очень хорошо. То есть он сам видит на своем примере, что у него активируется. Вот, и, соответственно, вопрос, как вам такой вариант и какие еще вы видите варианты? Спасибо большое и большая благодарность, что вы видите развитие, эволюцию и когнитивно-поведенческой терапии за счет использования потребностей и объединения разных школ и подходов. Если говорить о том, что вы предложили, это замечательный вариант, и мы в нашей терапии это отмечаем как систему индикаторов. То есть есть индикаторы, которые мы раскрываем через СМЭР. Эмоциональные индикаторы, физиологические индикаторы и поведенческие индикаторы. И тогда быстрее можно согласовать это с клиентом, чтобы он замечал и отмечал, как в дневнике эмоций, например, как в дневнике своего физического состояния или каких-то симптомов, с которыми он обратился, динамику этих симптомов, и триггеры, которые их усиливают, ослабляют, то есть влияют на динамику. И также из поведения, потому что тоже там может быть часть проблематики, описана в терминах поведения. И мы тоже предлагаем это рассмотреть как индикаторы, и систематически отмечая, как эти индикаторы срабатывают в каких-то сферах жизни, в каких-то жизненных ситуациях, для человека становится более понятным тогда, что с ним происходит, как, с чем это взаимосвязано, от чего это зависит. И это быстрее выстраивает и рабочий альянс, и терапевтические отношения, и отношения к самой терапии. Она обретает смысл, она становится целеполагающей и мотивирующей самого клиента, потому что ему то, что понятно, делать и проще, и интереснее, и приятнее, потому что он видит удовлетворение от проделанной работы. Поэтому спасибо, что вы поделились своим опытом, спасибо, что вы на это обращаете внимание уже некоторое время. Это здорово. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, друзья, у нас есть еще время, ну, полагаю, на несколько вопросов точно, и поэтому буду рад и смел... Да, есть? Прошу вас, давайте сразу. Дмитрий Викторович, спасибо за прекрасные два дня выступлений. Я специализируюсь на работе с расстройствами пищевого поведения, и современная оксфордская концепция говорит о том, что есть ядерная патология, сверхценность веса и формы тела, она приводит к разворачиванию всей симптоматики. И терапия, она ориентирована на мишени, которые связаны со сверхценностью. Причем, ну, там, я ведущая ТИН и работаю в ассоциации, и знакома со схемой терапии, безусловно, на определенном уровне снижения клиентов у симптомов начинает проясняться тема с потребностей, с позиции того, что у клиента есть семейный родительский опыт, и часто, ну, я вижу, что расстройство – это способ удовлетворения потребностей в принятии, это, ну, как бы это уже следствие. И, безусловно, изначальным мишенью терапии является расстройство, но видишь, как неудовлетворенная потребность, например, в принятии, к разрешению себе проявлять эмоции, она, на самом деле, генерализована в других областях жизни. Да, и когда уходит расстройство, создается пространство для того, чтобы как раз, ну, там, переобучить клиента удовлетворять свои потребности иным образом. Но мы знаем, что в генеративной когнитивной модели у нас есть функциональный режим и дисфункциональный режим, и я тоже это использую в терапии. И понятно такое впечатление, что вот из вашей модели, да, что вот режим неудовлетворения потребностей – это дисфункциональный режим. И как-то это тоже должно, получается, быть интегрировано в терапию. Да, и то есть мы, по сути, получается, создаем функциональный режим, в котором клиент удовлетворяет свои потребности. В общем, вопрос в следующем. Как вот история с режимами, она вписывается вот в эту новую концептуализацию? Спасибо большое. В концептуализации как раз отражены вот эти взаимосвязи удовлетворенных и неудовлетворенных потребностей и развитие функциональных и дисфункциональных систем убеждений и глубинных, как я, концепций, и промежуточных, и автоматических мыслей, и произвольных мыслей, и поведения определенного. Режим включается как некое поведение, в первую очередь. И мы видим, как проявляется оно дезадаптивным поведением или адаптивным. Поэтому есть конструкты, которые дают функцию. И мы рассматриваем поведение как функцию, производную от этих конструктов. И в зависимости от того, эти конструкты помогают адаптации, мы их стараемся терминологически и распределять на функциональные и дисфункциональные. Поэтому это, опять же, такая диалектическая взаимосвязь. И само поведение влияет на подкрепление этих конструктов или редукцию. И поэтому это такая система, которую Павлов назвал динамический стереотип. И вот здесь мы видим его гений и его прозорливость, что он видел еще на заре XX века. Это, по сути, основа когнитивно-поведенческой терапии, даже в формате, как она сегодня работает в XXI веке. Поэтому, безусловно, важно показать нашим клиентам, что режим его функционирования базируется на этой системе. И вот взаимосвязь схем и режимов, она может быть подсвечена терапевтам на языке описания клиента, чтобы ему было понятнее, что нельзя повлиять на этот режим, не занимаясь схемами, но и нельзя в отдельности рассматривать схемы, потому что они будут непонятны для клиента без описания этих режимов. Спасибо. На самом деле, мне кажется, что как раз вообще тема про потребности, она очень-очень такая продвигающая для когнитивных терапевтов, как для терапевтов, потому что, опять же, очень сложно интегрировать схемы терапию в свою практику. При этом есть полезные конструкты, которые можно взять оттуда, но при этом схема терапии часто сложна для клиента, для восприятия. И вот возможность интегрировать концепт потребности, развивать его. Еще мы часто видим инверсию потребности, когда, например, биологические потребности, они стоят на уровень ниже, когда социальные потребности. Опять же, при расстройстве пищевого поведения. То есть потребность в принятии будет выше, чем биологические потребности. Это тогда уже не пирамида Маслоу. Ну, в общем, мне кажется, это очень здорово, что ассоциация этим занимается. И спасибо вам, что вы развиваете это направление. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.